Интернет-мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан. В прошлом году в области было зарегистрировано более 500 случаев, а с начала текущего года выявлено 10 таких фактов. Кроме того, участились виртуальные кражи с использованием мобильного приложения для удаленного доступа AnyDesk. Только в прошлом году выявлено более 500 фактов обмана. И это лишь официальная информация. Число фактов интернет-мошенничество стремительно растет. Сумма ущерба доходит до миллионов тенге. В связи с этим в прошлом году в департаменте полиции была создана специальная следственно-оперативная группа. В настоящее время преступления интернет-мошенничества находятся актуальным вопросом. Как сказал уже глава государства, что это является основным направлением. Сейчас такие преступления у нас распространенные. В связи с этим сейчас вот такие создаются группы, которые будут именно специализироваться на раскрытии и расследовании таких дел. В связи с этим вот с января прошлого года мы здесь находимся и расследуем такие дела. В составе группы следователей оперуполномоченных управлений криминальной полиции департамента. Мошенники, свободно владеющие компьютерами, могут многое. Они звонят населению и представляются банковскими служащими. Обманным путем узнают личную информацию, взламывают счета и забирают деньги. Например, сейчас многие оформляют кредит через приложение AnyDesk. Они звонят с разных номеров, могут даже с иностранных, представляются служащими банка или различных организаций. В связи с этим хотим предупредить жителей области сразу выключать свои мобильные телефоны. А если есть сомнения или вопросы, обращаться в отделение своих банков напрямую. О том, что делать нельзя и чего нужно остерегаться, пишут в газетах, освещают в новостях, предупреждают полицейские и банковские работники. Однако пострадавших меньше не становится. Поэтому стражи порядка еще раз настойчиво советуют быть осторожными и бдительными.